Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Житие и страдания мученицы Шушаник. 17 октября. Теперь же я расскажу вам правдиво о кончине святой и блаженной Шушаник. И было восьмой год царя Персидского ко двору царскому направился Пикиахш Варскен, сын Аршуши. Вначале он был христианином, рожденным от родителей христиан. Женой его была дочь армянского военачальника Вардана, о котором пишу вам это. Отеческое ее имя было Вардан, а ласкательный Шушаник. Со дней младенчества своего она была богобоязненная, как об этом говорили мы. Она постоянно размышляла о нечестивом образе жизни своего мужа и просила всех молиться за него, чтобы Бог обратил его от неразумия к разумению Христа. Кто в состоянии поведать, как этот нечестивый, трижды жалкий, в конец обреченный Варскен, отверг спасительную надежду Христову? Или кто не восплачет о нем, ибо он не изведал ни бедствия, ни страха, ни меча, ни узничества за Христа, тем не менее изменил ему? Он предстал перед царем персийским не для восприятия чести, а чтобы принести себя в жертву ему через отречение от истинного Бога и поклонение огню, ибо он всецело отказался от Христа. Чтобы угодить царю, прижалкий этот, выспрашивал у всех жену себе и говорил ему так, «Настоящую жену свою и детей своих также обращу в твою веру, как обратился я сам». Он обещал ему то, что еще не было дано ему в руки от Шушаник. Царь обрадовался и приказал дать ему в жены дождь царя. Питяш отбыло царя Персидского, когда он добрался до пределов Картли, до страны Орецкой. Вознамерился известить о своем прибытии Азнауров, сыновей своих и слуг, чтобы, выйдя навстречу ему, они взяли его в страну свою, как преданного ей. Впереди он отправил верхом на коне посла, который приехал в место, называемое Суртави. Когда он прибыл, вошел к царице нашей Шушаник и приветствовал ее. Блаженная Шушаник, как бы предчувствуя, сказала, «Если он жив душою, будь жив и ты. Если же вы уже умерли душой, приветствие твое да возвратится к тебе». Человек тот не дерзнул ответить ей. Святая же Шушаник заклинала его и настойчиво спрашивала. Тот открыл ей правду и сказал, «Варскен отказался от истинного Бога». Когда блаженная Шушаник выслушала это, она упала на землю и, припадая к ней головой, в горьких слезах говорила, «Каким жалким стал Варскен! Он отверг истинного Бога, исповедал Атрашан и присоединился к безбожным». Она встала, покинула дворец свой и богобоязненно вошла в церковь, куда привела с собой трех своих сыновей и дочь. Поставив их перед алтарем, она молилась следующими словами, «Господи Божий, ты мне их даровал, ты же сохрани их, просвещенных в святой купеле, благодатью Духа Спятого, дабы они составляли едино стадо единого пастыря, Господа нашего Иисуса Христа». По совершению вечерней службы она нашла маленькую келью поблизости к церкви, вошла в нее полное огорчение и, притаившись в одном из углов ее, плакала горькими слезами. Епископа Петяхшского двора, которого звали Афоцем, не было тогда там. Он отправился на дом к некоему мужу по какому-то делу, причем забрал с собой и меня, духовника царицы Шушаник. Вдруг прибыл из дворца диакон и рассказал все о приезде Петяхша, поступки царицы. Мы исполнились печали и огорчены и оплакивали плачем великим умножением грехов наших. Я раньше ушел оттуда и прибыл в то место, где находилась святая Шушаник. Видя ее страдания, я также плакал с ней и сказал ей, «Ибе царице предстоит претерпеть много страданий, береги веру Христову, чтобы враг, подобно гангрене, не обрел в тебе фажити». Святая же Шушаник ответила мне, «Пресвитер, я готова для великих подвигов». Я сказал, «Так и должно быть, будь бодрой, терпеливой и выносливой». Она же сказала мне, «Эти бедствия для меня только одной». Я ответил, «Бедствие твое – наше бедствие, радость твоя – наша радость, ибо ты была не только царицей нашей, но на всех нас смотрела, как на собственных детей». Я сказал блаженной тайно, «Скажи мне, что у тебя на душе, дабы я знал и описал подвиги твои». Она сказала, «О чем ты спрашиваешь меня?» Я ответил, «Твердо ли стоишь?» Она сказала, «Да не будет со мной, чтобы я сделала сообщницей дел и грехов Варспена». Я ей ответил, «Горькое у него намерение, он тебя подвергнет большим страданиям и мучениям». Она же сказала, «Лучше мне умереть от рук его, чем опять сойтись с ним и погубить душу свою, ибо я слышу от апостола Павла, «Не связано ни брат, ни сестра, пусть расходятся». Так сказал я. Пока мы разговаривали, явился один человек, перс, который, войдя к шушаних, сплачем сказал ей, «Как жаль, что дом твой этот сделался несчастным, и радость его приложилась в печаль». Он говорил лукаво и по умыслу Варскена, чтобы уловить блаженную. Святая же поняла его коварное намерение и твердо оградила себя. По истечении трех дней явился Петяш Варскен. Перс тот тайно сказал ему, «Как я догадываюсь, жена твоя бросила тебя?» «Я советую, не говори из сурового слова, ибо природа женщин тесна». На другой день, как только встал, Петяш позвал нас, священников, и мы явились. Он весело встретил нас и сказал, «Вы не стесняйтесь меня и не презирайте». Мы же ответили, «Ты погубил себя и нас погубил». Тогда он стал говорить, «По какому праву жена моя так поступила со мною?» «Пойдите и скажите ей, ты разрушила дом мой и ложе мое посыпала пеплом. Ты оставила свое обиталище и удалилась в другое место». Святая послала ему в ответ, «Я разрушила молельню, которую сама воздвигнула. Отец твой воздвиг мартирионы и построил церкви. Ты же извратил содеянное им и от всех добрых его начинаний уклонился. Отец твой ввел в дом свой святых, ты же ввел девов. Он исповедал Бога небес и земли и веровал в него. Ты же отказался от Бога истинного и поклонился огню. Как ты отверг Бога, создавшего тебя, так и я отвергаю тебя. Я не буду сообщницей дел твоих, если даже подвергнешь меня жестоким мукам». После этого Варскен отправил к ней брата своего Джорджика и супругу его, жену брата своего, также своего придворного епископа, которым дал наказ. «Скажите ей, вставай, возвращайся на свое место и откажись от своего упрямства, иначе волоком притащу тебя». Когда они явились, вошли к царевне и долго ее убеждали, святая сказала им, «Премудрые люди, вы говорите хорошо, но не думайте, чтобы я оставалась его женой. Я думала, что обращу его к себе, и он исповедует Бога истину, а теперь вы заставляете меня сделать обратное. «Да не будет этого со мною, и ты, Джорджик, не деверь ты мне, и я не жена брата твоего, и жена твоя не сестра мне, ибо вы стоите на его стороне и являетесь сообщниками его дел». Джорджик сказал ей, «Я знаю, что он пришлет сюда своих слуг и волоком потащит тебя». Святая Шушаник ответила, «Если он свяжет меня и потащит, буду рада, ибо этим самым произведен будет суд его надо мною». Когда это выслушали от нее, все плакали. Джорджик встал и со слезами на глазах вышел вон. Святая Шушаник сказала епископу, «Как ты хочешь уговорить меня, когда он отверг Бога?» Джорджик же умолял ее, говоря, «Ты, сестра наша, не губи царственный сей дом». Святая ответила, «Знаешь, что я сестра и что мы вместе воспитаны, но того я не могу допустить, чтобы дело дошло до кровопролития, и вы все оказались ответственными за это». Так как слишком к ней приставали, Святая Блаженна Шушаник встала, взяла с тобой свое Евангелие и с плачем говорила, «Господи Боже, ты знаешь, что я всей душой иду на смерть». Затем она пошла с ними, забрав с собой Евангелие своей и Святые Книги Мучеников. Когда она вошла во дворец, остановилась не в своей почивальне, а в маленькой келье и, воздев руки вверх, сказала, «Господи Боже, в этом собрании не нашлось никого, кто бы сжалился надо мной, ни среди священников, ни среди мирян, но все предали меня на смерть врагу Божьему Варскену». Спустя два дня явился во дворец Волк тот и сказал слугам своим, «Сегодня я и Джоджик с женой вместе будем вкушать пищу, никто другой не должен войти к нам». Под вечер пригласили жену Джоджика, чтобы вкусить пищу вместе, велели привезти святую Шушаник. Когда настало время есть, Джоджик с женой вошли в Шушаник, чтобы пригласить ее вкусить пищу, ибо все те дни она провела голодной. Ее вынудили и силой взяли во дворец, но ни до чего она не дотрагивалась. Жена Джоджика преподнесла ей стакан вина и принуждала ее выпить его. Святая Шушаник с гневом сказала ей, когда это бывало до сих пор, чтобы мужчины и женщины вместе вкушали хлеб, и протянув руку, швырнула ей в лицо стакан, который разбился, причем вино разбилось. Тогда Варскен стал непристойно ругать ее и топтать ногами своими. Он взял кочергу и нанес ей по голове такой удар, что кочерга врезалась ей в голову. От этого у нее распух один глаз. Он бил ее безжалостно кулаками по лицу, волочил по земле за волосы, ревел, как разъяренный зверь, и кричал, как бешеный. Тогда поднялся на помощь Джоджик, брат Варскена. Последние схватки избил и его, а у Шушаник сорвал с головы покрывало. Джоджик с трудом отнял ее у него, как ягненка у волка. Святая Шушаник, как мертвая лежала на земле. Варскен же ругал ее родственников и называл ее разорительницей его дома. Он приказал связать ее и заковать ноги в кандалы. Когда ярость его немного улеглась, пришел перс тот и горячо умолял его освободить от узы святую Шушаник. Вследствие усиленной просьбы Варскен приказал развязать ее и поместить в одной комнате, приставить к ней для тщательной охраны одного из его слуг и не впускать туда для свидания с ней никого, ни мужчины, ни женщины. На рассвете следующего дня он вспомнил о ней и спросил у стража, как она чувствует себя от ран. Ему ответили, не выживет она. Тогда он сам вошел туда и увидев ее, удивился громадной опухоли на ней. Он дал приказ стражу, чтобы никто не входил к ней. Сам же отправился на охоту. Я встал и пошел к стражу и просил, спусти меня одного, чтобы видеть раны ее. Тот же ответил, а вдруг он узнает и убьет меня. Я же сказал, несчастный, не ею ли ты воспитан? Что из того, если даже и убьют тебя из-за нее? Тогда он спустил меня тайно. Войдя, я увидел лицо, я растерзан, я пухше и стал горячо плакать. Святая же сказала мне, не плачь обо мне, ибо ночь эта сделалась для меня началом радости. Я сказала, прикажи мне, и я смою кровь с лица твоего и пепел, которым засыпаны глаза твои. Смажу мазью и обложу лекарством, а вось за ночь и выздоровеешь. Святая сказала мне, пресвитер, не говори этого, крови это ощущение грехов моих. Я уговаривал ее принять немного пищи, которую присылали ей епископы Самуил и Иоанн, ибо они тайно заботились о ней и утешали ее. Она мне сказала, пресвитер, я не в состоянии отведать пищу, ибо челюсти и половина зубов сокрушены у меня. Когда я взял немного вина, размочил в нем хлеб, и она немножко поела. Я спешил выйти, святая сказала мне, а что пресвитер, не отослать ли мне ему его украшения, как бы он сам не потребовал их, мне ведь они не нужны в этой жизни. Я ответил, не спеши, пусть останутся с тобою. Когда мы разговаривали, пришел отрок один и спросил, тут ли Яков. Я сказал им, а что ты хочешь? Он сказал, Петяхшу зовет. Я удивился, зачем он зовет меня в такое время? Я поспешно явился к нему, он сказал, знаешь, священник, я отправляюсь на войну с гуннами, и не хочу оставить ей мои украшения, раз она не жена мне. Найдется кто-нибудь, кто использует их? Пойди и доставь мне все, что там есть. Я пошел и рассказал все Шушаник, она очень этому обрадовалась, возблагодарила Бога, отдала мне все, а я отнес их к Петяхшу. Он тренял их от меня, осмотрел и нашел, что все налицо. При этом он прибавил, найдется еще кто-нибудь, кто разукрасится ими. Когда наступил великий пост, блаженный Шушаник нашла поблизости к святой церкви маленькую келью, в которой она и уединилась. Келья имела малюсенькое окошечко. Она забила его и пребывала в темноте, посте, молитвах и слезах. Один из приближенных к Петяхшу сказал ему, текущим великим и святым постом не говори ей ничего. Когда настал пасхальный понедельник, Петяхш вернулся с гуннской войны. Дьявол копался у него в сердце. Он встал, пошел в церковь и сказал епископу Афоцу, отдай мне жену мою, зачем ты ее отдаляешь от меня? И стал он резко злословить и хулить его. Один из пресенников сказал ему, господин, зачем ты так поступаешь, злословишь и ругаешь епископа и гневаешься на святую Шушаник. А он трах его палкой по спине, а тот, конечно, больше не смел говорить. И он волоком потащил ее, как мертвую по земле и колючком, которыми по местам нарочно была услана земля от церкви до дворца и по которым он сам вступить не мог. Тело Шушаник и головное покрывало истерзно было колючками на мелкие клочки. В таком виде ее доставили во дворец. Он приказал связать ее и в злобе говорил, вот не помогла же тебе ни церковь твоя, ни пособники твои, христиане, ни бог их. Она претерпела триста ударов палкой, причем ни одного вздоха, ни одного стона не было слышно из ее уст. Она только сказала нечестивому Варскену, несчастный, ты не пожалел самого себя и от бога отказался. Меня ли тебе жалеть? Когда он увидел кровь, которая в изобилии сочилась из нежного ее тела, распорядился возложить на шею ей цепи, а постельничему своему приказал отвезти ее в крепость и заключить в темнице, чтобы она там умерла. В то время, когда Шушаник выводили из дворца, с нею рядом стоял один из диаконов, епископа того. Он хотел сказать ей, твердо стой. Петяхш уловил это взглядом, так что диакону не удалось договорить до конца. Он только успел сказать твер и замолчал, поспешно обратился в бегство. Тогда взяли святую Шушанику, повели ее необутаю, с растрепанными волосами, как одну из униженных. Никто не осмелился прикрыть ей голову, так как Петяхш следовал за ней верхом на лошади и ругал ее всевозможной руганью. Святую Шушаник сопровождала громадная толпа, бесчисленное множество мужчин и женщин. Они, следуя за ней, плакали громко, царапали себе щеки и проливали горькие слезы. Она, обернувшись к народу, сказала, «Не плачьте, братья и сестры, и дети мои, но помяните меня в молитвах. С этого времени я расстаюсь с вами. Вы не увидите меня больше, ибо живое я не выйду из заключения». Когда Петяхш увидел толпу плачущих мужчин и женщин, старых и юных, стал преследовать их верхом на лошади и разгонять их. Когда подошли к крепостному мосту, Петяхш сказал святой Шушаник, «Тебе это только и осталось пройти своими ногами, ибо не выйдешь отсюда живою. Четыре человека вынесут тебя». Войдя в крепость, нашли с северной стороны маленькую темную комнату, в которую и водворили святую. Цепи, бывшие у нее на шее, так и остались на ней. Несчестивый варскен припечатал их своей печатью. Святая Шушаник сказала, «Я рада страдать здесь, лишь бы нам найти упокоение». Петяхш ответил ей, «Ну да, найди упокоение». Тогда он приставил к ней стражу и приказал уморить ее с голоду, при этом сказал, «Если кто войдет к ней, мужчина или женщина, берегите голову ваши, жен, детей и дома ваши, я не буду повиден в том, что сделаю с вами». Варскен вышел из крепости, спустя три недели он призвал одного человека и стражей спросил, «Неужели эта несчастная до сих пор еще жива?» Тот ответил, «Господин, она ближе к смерти, чем к жизни. Морит себя голодом, не принимает никакой пищи». Петяхш сказал, «Не беспокойся, оставь, пусть помрет». Я много упрашивал стража, обещал ему приличное, даже вознаграждение, и он с трудом решился впустить меня. Он сказал, «Когда стемнеет, приходи ты только один». Когда тот ввел меня, я увидел агницу Христову, словно невесту разукрашенную, только узами, не вытерпело сердце мое и заплакал горько. Святая же сказала мне, «За это ли доброе дело ты плачешь, пресвитер?» Страж сказал мне, «Если бы знал я это, не впустил бы тебя сюда». Я стал говорить с ней и ободрять ее, насколько Бог вразумил меня. Затем оставил ее и поспешил к себе домой. Петяхш отправился в Чору. Джорджик, брат его, отсутствовал, когда Шушаних проделывали все это. Когда он вернулся, поспешил вслед за Петяхшем и догнал его на границе Эрити. Он его усиленно просил освободить Шушаних от цепей. Так как он слишком ему надоел, Варскен приказал освободить ее только от оков. Вернувшись домой, Джорджик снял с шеи Шушаних цепи, а от ножны же кандалов. Она не хотела освободиться до самой смерти своей. Шесть лет пробыла в заключении и украсилась добродетелями. Постом, бодрствованием, стоянием на ногах, неослабными поклонами и непрерывным чтением книг. Она сделалась духовной цевницей, освещающей и украшающей темницу. С тех пор про нее стали говорить во всей картле. Приходили к ней мужчины и женщины с обильными заранее обещанными приношениями. При этом каждый по молитвам блаженной Шушаних получал от человека любилого Бога то, о чем он нуждался. Бездетные детей, больные исцеления, слепые прозрения. Была одна женщина-персианка, огнепоклонница, которая болела проказой. Она пришла к Шушаних, которая стала убеждать и оставить одних поклонства и уверовать во Христа. Женщина захотела исполнить это как можно скорее. Шушаних наставляла ее и говорила, отправляйся в Иерусалим и получишь исцеление от этой проказы. Та усердно внила ей ее наставление и отправилась по указанному ей пути. И именем Бога нашего Иисуса Христа исцелилась от болезни. Когда она вернулась назад с великой радостью, пришла к Святой Шушаних поблагодарить ее, а потом отправилась домой, радуясь исцелению своему. Святая Шушаних вместо того, чтобы заниматься вышиванием по шелку, с большим усердием взяла в руки псалтирь и за короткое время выучила сто пятьдесят псалмов, в которых днем и ночью возносила слезные молитвы ко Всевышнему Владыке. Святой Шушаних доложили, он детей твоих обратил, выдала поклонство. Тогда она, рыдая глубоко, стала молиться Богу и, преклонив голову до земли, вздыхала и говорила, благодарю тебя, Господи Боже мой, ибо они были не мои, а ты их мне даровал. Да будет воля твоя, Господи, как тебе угодно, сохрани меня от вражьих дел. Я явился в Шушаних и нашел ее изможденной и распухшей от плача. Оказалось, что святой тот епископ прислал ей пищу, я силой заставил ее отведать пищу. Мы вдвоем благодарили Бога. Раньше дети ее являлись к матери навестить ее, после того, как их отвратили от Бога и обратили в огне поклонство, они не осмеливались приходить, ибо она не хотела даже слышать имя их. Ситиаш прислал посредников сказать ей, или выполни мою волю и возвращайся во дворец, или же, если не вернешься, отправлю тебя на осле в Чору или ко двору царя Персидского. Шушаних ответила ему, несчастный и неразумный, кто знает, что если ты меня отправишь в Чору или ко двору, я там не обрету добро и не избегну зла. Ситиаш стал раздумать о ее словах, кто знает, может быть, я там обрету добро, как бы там она не стала женой какого-нибудь князя, поэтому с тех пор никого не подсылал к ней. Святая же Шушаних на самом деле говорила о жестоких муках и страданиях, которыми хотела угодить Богу. Ситиаш выбрал близкого к себе молочного ее брата и поручил ему доставить ее во дворец. Тот ей сказал, послушайте меня, вернись во дворец и не разоряй семьи нашей. Шушаних отвечала, передай этому безбожнику, ты меня убил, когда пригрозил, что живой на ногах не выйду из темницы. Теперь, если ты в состоянии воскресить мертвой, воскреси прежде всего свою мать, которая похоронена в Урде. Если же ты не в состоянии ее воскресить, не в состоянии будешь вывести меня отсюда, разве только волоком вытащишь. Когда об этом донесли Петя Ашу, то сказал тот, да, действительно, так сказал ей. На другой день вошел некий муж и сказал святой Шушаних, ты хорошо ему ответила, он таким путем хотел обмануть тебя, в душе своей он лелеет бургую мысль, причинить тебе зло. Святая Шушаних ответила ему, не думай, что спит Бог, который наперед влагает в уста человека слова, ведь сам он говорит, я буду отвечать за вас. Испомнилось шесть лет пребывания ее в темнице. Вследствие сильного переутомления от чрезмерных подвигов она заболела. Об этом я предупреждал ее, не пересаливай, чтобы суровым постом, постоянным стоянием на ногах, еженочным утомлением, псалмопением и словословием ты обременяешь тело свое, оно не выдержит, и ты не в состоянии будешь творить добрые дела. Она малейшего даже покоя не давала плоти своей, вследствие чего вся растаяла и превратилась как бы в пепел. В течение шести лет великим предпасхальным постом пятьдесят дней она не садилась ни днем, ни ночью, не засыпала, не принимала никакой пищи, только воскресный день прищищала с тела и крови Христа Бога нашего, равно как принимала очень мало похлебки и зелени, хлеба же не вкушала до самой Пасхи. С того дня, как ее перевели в темницу, она не знала подушки, а клала в изголовье кирпич. В постели ей служил старый войлок, а для вида у изголовья держала одну подушку из шерсти, для коленопреклонений разосна была маленькая рогожка. В том месте копошилось невообразимое количество шеи и блох, а природа местности была такова. В летнее время палящая, подобно огню лучи солнца, знойные ветры и болезнетворная вода. Обитатели той местности, одержимые болезнями, распухшие, пожелтевшие от воды, покрытые сыпью, увядшие, зараженной чесоткой, страдающие болезнью лица, с раздутыми щеками, живут столь кратковременно, что стариков в этой местности не бывает. Вот в такой темнице шесть лет сидела она, прославляя Бога в тяжелых веригах. Когда наступил седьмой год, на теле святой и приблаженной шушаник появились язвы. От непрерывных трудов у нее распухли ноги, из которых по местам выступал гной. В глубоких ранах завелись черви. Она взяла одного из них собственными руками, показала мне и возблагодарив Бога, сказала пресвитер, пусть это не смущает тебя, ибо тамошний червь крупнее этого и не умирает. Когда я увидел червя, на меня нашла невыразимая скорбь, я сильно заплакал. Она же мне заметила с гневом, пресвитер, чего ты скорбишь? Лучше, чтобы в этой земной жизни, если меня черви умирающие ели, чем там не умирающие. Я ей ответил, влосяницу нашла недостаточно для умерщвления плоти, потому обрадовалась этим червям. Она меня просила, при жизни моей никому не говоря о влосянице, мне в скорости предстоит расстаться с бренной плотью. И действительно, внутри она носила влосяницу, о чем кроме меня никто не знал, а снаружи для вида одежду из дорогой антиохийской материи. Когда Джорджик узнал, что святая и блаженная цариса Шушаник приближается к смерти, он вместе с женой и детьми, рабами и рабынями своими отправился в темницу повидать святую мученицу. Придя туда, он силой проник в темницу, поклонился честному кресту и приветствовал святую Шушаник. Усевшись рядом с нею, он расспрашивал ее о болезни, святая сказала ему, я чувствую себя но я тоже отправлюсь по тому пути, по которому все идут. Джорджик сразу поднялся и стал исповедовать теперь Шушаник в прошлых своих недостойных поступках, говоря, невеста и рабыня Христа, попроси у Бога, чтобы он простил мне множество моих грехов. Святая Шушаник ответила ему, если ты не инофи, как по юности грешил, Бог да простит. Джорджик сказал, я потому и пришел к тебе, чтобы больше не делать того, что не угодно Богу. Шушаник сказал, а если так будешь поступать, то обретешь бессмертие со мной и Бог умножит дни твоей жизни. Когда Джорджик убедился, что она в тот же день расстанется с плоти своей, сказал ей, благослови меня, жену мою, рабыню твою, детей моих и рабов с рабынями, и если все-нибудь согрешили мы перед тобою, как преданные миру и временной сей жизни люди, прости нас и не вспоминай неродивой нашей жизни. Шушаник сказала, Джорджику, женея его, вы были неродивы ко мне, не нашлось никого из людей, кто проявил ко мне жалость и показал соболезнования, и кто вразумил бы нечестивого варскена, временно бывшего моим мужем. Те сказали, мы без тебя много старались, но не было от него ни слуха, ни слова. Тогда святая Шушаник сказала, меня и пятиах шаварскена рассудят там, где нет прицеприятия перед судьей и судей и господом господ, и где нет различия между мужчиной и женщиной, где я и он одинаково будем держать речь перед господом нашим Иисусом Христом. Да воздаст Господь ему, ибо он преждевременно собрал плоды мои, погасил светильник мой, засушил цветок мой, прелесть красоты моей омрачил и славу мою унизил. Пусть Бог будет судьей между мной и им. Я же ныне благодарю Бога за то, что через причиненные им мне страдания я обрящу отраду, а через муки и поношения покой. За безрассудство и безжалостность его я жду милости от Иисуса Христа Господа моего. В этих словах они горько плакали и говорили ей, прости нам вину нашу и благослови нас, святая и блаженная мученица Христа Бога нашего. Святая Шушаник ответила, Бог да простит вам все, что вы сделали. Тогда она благословила Джорджика жену, детей, рабов и рабынь, весь двор и всю палату его. Она заповедала им ходить путем Божьим и сказала, вся здешняя жизнь немалетна и непостоянна, как цветок полевой. Кто посеял, тот и пожал, кто расточил для нищих, тот собрал, кто пожертвует собой, тот обретет прославившего его. Потом она рассталась с нами, с ними отпустила их с миром. После Джорджика прибыл глава епископа Автамуил и клирик, его епископ Иоанн, которые обычно укрепляли ее и много о ней заботились. Они с домочадцами своими являлись как бы привязанными к ней рабами, а также сообщниками и соучастниками ее подвигов. Поэтому то они напутствовали ее в пристанище Христа. Пришли равным образом великие Азнауры и высокородные женщины, также свободные и несвободные страны не сочувствовали блаженным ее подвигам. Они вручали ее Христу как доблестную и мужественную мученицу. Все они и епископы и Азнауры единодушно просили ее, чтобы она соблаговолила оставить им ножные кандалы и благословения и защиту. На это Шушаника ответила «Кто я недостойная? Пусть священник исполнит желание ваше за вашу любовь к Богу. Я бессильна, но пусть всесовершенный Христос исполнит вас всяких благ, так как вы потрудились и сделали сообщниками страданий, скорбей и мук моих. Я, возлюбленный, отправляюсь в предуготованный мне вечный путь. Вместо скорбей Христос дадаст мне радость, вместо мучений, покоя, застрадания, муки и поношения, я обрящу на небе бесконечную славу и честь». Те, расставшиеся не вышли из темницы полные слез и возносили Богу славу за одержанную ею победу. Настал день ее отшествия от мира сего. Она позвала епископа дома своего Афоца и благодарила его, как отца и воспитателя, за сострадание к ней. Она поручила ему меня грешного и убогого, поручила ему также попечение о своих костях, завещав положить их туда, откуда ее вытащили первый раз. При этом сказала, «Если я последняя, одиннадцатая работница виноградники, чего-либо стою, благословляю вас на вечные времена». Она поблагодарила Бога и сказала, «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром я легла и заснула и предала душу Господу, принимающему всех». Блаженный епископ Иоанн немедленно достал саван, чтобы одеть в него святые и честные ее останки. Все мы подняли изможденные изедены червями тело и ее, очистили его от червей земных и от гноя и одели в саван. Тогда оба епископа Иоанн, как два сильных запряженных вола высокой ценности, со всем собранием вместе подняли честные ее останки и с пением духовным зажженными свечами, и кождением благолуха они вынесли во святую церковь. Там в приготовленном месте похоронили святые, славные и всечестные останки шушаник. Ту ночь мы провели наподобие ангелов бодрствований, и нацевницы Давида славили всесильного Бога и Сына и Его Господа нашего Иисуса Христа, который в силах исполнит всем просимое и дать крепость всем мужчинам и женщинам. Он всем, ищущим его усердно, действительно дает победу над сильными. Страдания святой Шушаник начались в среду, восьмой день месяца Апана. Вторичное ее мучение имело место вслед за праздником Пасхи в понедельник. В третий раз мучили ее девятнадцатый день месяца Розы. Представила же она в семнадцатый день октября месяца праздник святых и блаженных мучеников Космы и Дамиана. В днем памяти святой Шушаник мы установили четверг для прославления и восхваления Бога Отца и Сына и Святого Духа. Ему же слава во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.